Добрый день, коллеги! Мы начинаем наш сегодняшний симпозиум, посвященный острому коронарному синдрому и антитромбоцитарной терапии, которая необходима для пациентов с острым коронарным синдромом. Я хочу представить своего коллегу, соведущего и докладчика Тимура Владимировича Кислухина, заведующего рентгенохирургическим отделением Самарского клинического областного кардиодиспансера. Ваш покорный слуга Хасанов Ниас Рустемович, я заведующий коэктором пропедевтики внутренней болезни Казанского медицинского университета. Да, спасибо. Добрый день, коллеги! Очень приятно. Спасибо, Ниас Рустемович. И мы, собственно, переходим к нашей научной части. Доклад будет представлять профессор, заведующий кафедрой профидехники внутренних болезней Казанского государственного медуниверситета Ниас Рустемович Хасанов. Пожалуйста, Ниас Рустемович. Спасибо большое, Тимур Владимирович. Мой доклад посвящен длительности двойной агрегантной терапии после перенесенного инфаркта миокарда. Это информация обо мне. И начать мне бы хотелось с тех данных, которые представил Сергей Анатольевич Бойцов на прошедшем вот недавно, в конце октября, Российском национальном конгрессе кардиологов. Здесь вы видите кривые смертности от болезни системы кровообращения, начиная с января 2020 года по июнь 2021. Я думаю, что вы все прекрасно видите, что смертность от БСК просто повторяет волны пандемии COVID-19. И вот как, собственно говоря, не кодируй эту смертность, все равно вот она следует за пандемией COVID-19. Если мы с вами обратимся ко временным методическим рекомендациям, которые вышли тоже недавно, 14 октября, последний 13-й пересмотр, то очень важный момент, который в них присутствует, оговаривает тактику введения пациентов с острым коронарным синдромом. Тактика введения пациентов не должна отличаться от стандартной принятой. Это очень важный момент. Что же у нас является стандартным? Согласно рекомендациям 2017 года Европейского общества кардиологов и 2020 года российским рекомендациям по инфарктам миокарда с подъемом сегмента СТ, важнейшей задачей введения пациентов является реперфузия. Добиться реперфузии с помощью первичного ЧКВ или фибринолитической терапии в зависимости от тех временных возможностей, которые мы располагаем в каждом конкретном клиническом случае. В 2020 году вышли европейские рекомендации по острому коронарному синдрому без подъема сегмента СТ. В 2020 году вышли наши российские рекомендации по острому коронарному синдрому без подъема сегмента СТ на ЭКГ. И мы видим подход и у этой категории пациентов, основанных на предпочтительном выборе ревоскулиризации миокарда. Достаточно такая четкая таблица, схема, алгоритм, которая позволяет определить пациентов, которым необходимо срочно инвазивное лечение в течение первых 24 часов, первых двух часов, простите, у меня здесь ошибка на слайде. Раннее инвазивное лечение, которым в течение 24 часов необходимо провести чрезкожное коронарное вмешательство. Ну и даже у пациентов низкого риска тоже выборочно. У тех, у кого при помощи инструментальных исследований выявлены ишемия миокарда, стоит рассмотреть вопрос о проведении чрезкожных коронарных вмешательств. Какая бы тактика ни была выбрана у наших пациентов с острым коронарным синдромом, будь то первичное ЧКВ, коронарное ишемия, тромболизис, фармакоинвазивная тактика, консервативная тактика, не каждый раз удается провести ревскулиризацию пациента всегда. Мы говорим о необходимости двойной антиагрегантной терапии, состав и продолжительность которой зависят от уровня геморрагического риска. Если у нашего пациента высокий геморрагический риск, то это более короткая и более ограниченный выбор в препаратах для двойной антиагрегантной терапии. Если это пациенты без высокого геморрагического риска, то это максимально длительная двойная антиагрегантная терапия. Предложены в рекомендациях шкалы Precise Dapt и Dapt. Эти шкалы предложены для определения пациентов, нуждающихся в более короткой или более продолжительной двойной антиагрегантной терапии. Шкала Precise Dapt позволяет выявить пациентов высокого геморрагического риска. Шкала Dapt позволяет определить пациентов более высокого ишемического риска, кому показано продление антиагрегантной терапии. Если у пациентов высокий геморрагический риск, то, как я уже говорил, сокращение продолжительности двойной антиагрегантной терапии. В рекомендациях 2020 года европейских по УКС без подъема сегмента СТ появилось вообще достаточно большое разнообразие вариантов антитромбоцитарной терапии с продолжительными периодами двойной антиагрегантной терапии, с короткими периодами двойной антиагрегантной терапии. Но если мы будем говорить о пациентах невысокого геморрагического риска, то в основе, конечно, лежит длительная двойная терапия, двойная именно антиагрегантная терапия на протяжении 12 месяцев и дальше с пролонгацией в двух вариантах возможных. Либо комбинация аспирина с ингибитором педового 12 рецепторов, либо комбинация аспирина с антиагрегулянтом ревроксабан. Когда мы говорим о двойной именно антиагрегантной терапии, то есть комбинация аспирина с ингибитором педового 12 рецепторов, то предпочтительной является комбинация аспирина и тикагрилора, и только при невозможности назначения пациента тикагрилора следует рассмотреть комбинацию аспирина с персугрелем или клопидогрелем. После 12 месяцев от момента перенесенного острого коронарного синдрома эти пациенты попадают уже в категорию пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца или, как обозначено в европейских рекомендациях 2019 года, пациенты с хроническими коронарными синдромами. И вот таким пациентам с высоким ишемическим риском и пациентов даже с умеренным ишемическим риском, но обязательно без высокого геморрагического риска, рекомендуется рассмотреть продление антитромботической терапии, длительную антитромботическую терапию, в которой к аспирину рекомендуется добавить второй антитромботический препарат. Если мы посмотрим на рекомендации 2020 года нашей российские, то тот же самый подход к пациентам высокого ишемического риска и у пациента умеренного ишемического риска, как обозначено в российских рекомендациях, средний риск ишемических событий, к аспирину рекомендуется рассмотреть второй препарат. И какие же критерии определения высокого и умеренного ишемического риска? Вот в европейских рекомендациях 2019 года они предложены. К высокому ишемическому риску относятся пациенты с многососудистым коронарным поражением, и плюс к этому либо сахарный диабет, либо повторный инфаркт миокарда, либо заболевание периферической артерии, либо снижение функции почек ниже 60 мл в минуту, но не ниже 15, потому что это уже будет говорить о высоком геморрагическом риске. Уверенный ишемический риск – это пациенты, у которых по крайней мере что-то одно, либо многососудистые поражения коронарных артерий, либо сахарный диабет, либо повторный инфаркт миокарда, заболевание периферической артерии, снижение функции почек, и появляется еще один фактор – это хроническая сердечная недостаточность. Высокий геморрагический риск предполагает у пациентов высокий риск либо внутричерепных, либо желудочно-кижечных кровотечений, а также геморрагический диатез, печеночная почечная недостаточность, причем выраженное снижение функции почек предполагается менее 15 мл в минуту, а также старческий возраст, старческое остеяние. Ну вот в рекомендациях 2020 года по КС без подъема СТ появились вот такие вот критерии высокого тромботического риска, высокого умеренного тромботического риска, которые в том числе, когда мы говорим о высоком тромботическом риске, включают технические аспекты стентирования, это количество стентов, протяженность стентов, количество зон установки стентов, особенности проведения самого стентирования, ну и факт тромбоза стента на фоне приема антитромбоцитарных препаратов. А также в этих рекомендациях появились критерии большого, большие и малые критерии риска кровотечений. Вы видите их на экране, коллеги, я не буду их всех перечислять. Высокий риск кровотечения у пациента предполагается, если есть один большой критерий или два малых критерия кровотечения, вот по этой шкале ARC и HBR. Какие же препараты, какие антитромботические препараты мы можем добавить к аспирину, согласно на недействующем рекомендации? Это либо антикоагулянты ривороксабада, либо какой-то из трех ингибиторов П2 и 12 рецепторов, либо колопитогрель, либо просугрель, либо тикогрелор. Конечно, да, прошу прощения, вот новые рекомендации 21 года по сердечно-сосудистой профилактике тоже предполагают антитромботическую терапию у пациентов с установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями атеросклеротического происхождения в целях вторичной профилактики. Но посмотрите, вот очень важно, я бы хотел на этом буквально на секунду остановиться, что нам надо с этими пациентами делать. Во-первых, необходимо, чтобы пациент прекратил курить, модификацию факторов риска, контроль уровня артериального давления, контроль липидов и четвертый компонент из ключевых, это антитромботическая терапия. Ровно также в этих новых рекомендациях по сердечно-сосудистой профилактике прописано добавление второго антитромботического препарата либо ингибитора П2В12 рецепторов, либо ревраксабана у пациентов высокого или умеренного ишемического риска, но без высокого геморрагического риска. Конечно, среди ингибиторов П2В12 рецепторов наибольшей доказательной базой располагает, обладает именно тикагрилор, поскольку было проведено большое исследование Пегасус, более 21 тысячи пациентов было включено в это исследование, это были пациенты 50 лет и старше, перенесшие инфаркт миокарда за год, но не более чем за 3 года до включения в исследование, которые год уже принимали двойную антиагрегантную терапию, плюс к этому имеет, по крайней мере, один дополнительный фактор, повышающий ишемические риски, это либо более старший возраст, 65 лет и выше, или сахарный диабет, или этот инфаркт миокарда был уже не первым, либо это многососудистое коронарное поражение, либо это хроническая болезнь почек, но, конечно, не терминальна. Первичной конечной точкой была сердечно-сосудистая смерть или инфаркт миокарда, или инсульт, так как классически конечная точка, предполагающая большие сердечно-сосудистые события, первичная конечная точка безопасности, это большие кровотечения по классификации ТИМИ. Хочу обратить внимание, что больше 50% пациентов это были пациенты с инфарктом миокарда с подъемом сегмента СТ, чуть более 40% это пациенты с инфарктом миокарда без подъема сегмента СТ, и медиана времени от перенесенного инфаркта миокарда до включения в это исследование составило 1,7 года. Что получилось? Получилось, что терапия кагрилорам достоверно и существенно, примерно на 15% снижает риск первичной конечной точки, то есть снижает риск больших сердечно-сосудистых событий. И исследуемые дозы 90 мг 2 раза в день, и исследуемые дозы 60 мг 2 раза в день. Они обе пока оказались очень близкие по своей эффективности, на 15-16% снижая риск сердечно-сосудистых осложнений. Причем не только в целом комбинированные первичной конечной точки, но и каждого из этих сердечно-сосудистых событий в отдельности мы видим преимущество обеих доз тикагрилора по сравнению с плацебо в такой вот продленной, пролонгированной двойной антиагрегантной терапии. При этом, хотя такое усиление антитромботической терапии сопровождалось увеличением числа больших и малых кровотечений, но не было увеличений фатальных и внутричерепных кровотечений. Внутричерепные – это те, которые сопровождаются наибольшим риском инвалидизации и смерти. Таким образом, это увеличение общего числа кровотечений было за счет тех коллеги, которыми мы можем справиться, которые не будут обуславливать летальный исход наших пациентов или инвалидизацию наших пациентов. Это все те кровотечения, с которыми мы справляемся. Причем наиболее оптимальный режим назначения, а по балансу эффективности и безопасности предпочтение было дано дозе для продленной терапии 60 мг два раза в день тикогрилор. Вот наиболее удачный режим назначения, который обеспечивает наибольшую эффективность терапии – это максимально не прерывая переходить от 12-месячной терапии к дальнейшей пролонгации антиагрегантной терапии комбинации аспирина и тикогрилор 60 мг два раза в день. Наибольшая эффективность, если этот перерыв составляет не более 30 дней и приемлемые хорошие результаты, если этот перерыв не более года. Но, конечно, коллеги, надо стремиться к бесшовному ведению антиагрегантной терапии, двойной антиагрегантной терапии 12 месяцев, если это позволительно пациенту. Скажем, в комбинации аспирин-клопидогриль или аспирин-тикогрилор в дозе 90 мг, вот 12 месяцев заканчивается, а на следующий день мы переходим на комбинацию аспирин и тикогрилор 60 мг. Вот в таком режиме эффективность терапии оказалась еще выше, и уже 20% снижение риска больших сердечно-сосудистых осложнений, что очень важно. Это очень оптимальный режим назначения. При этом мы тоже видим, что каждый компонент влияния было достоверным. На каждый компонент первичной и конечной точки на грани достоверности было 26% снижение риска инсульта. Но вот что здесь оказалось совершенно таким потрясающе значимым, это 20% снижение общей смертности, если мы назначаем в таком эффективном режиме продленную терапию аспирином и тикогрилором в дозе 60 мг. При этом точно так же не было увеличения у этой категории пациентов с таким режимом назначения, ни увеличения числа фатальных кровотечений внутричерепных кровотечений, это очень важно. Показатель на 1,2,3, то есть сколько пациентов нам надо пролечить, чтобы избежать сердечно-сосудистых осложнений, составило 42. Это очень хороший показатель, то есть 42 человека нам надо пролечить, чтобы избежать одного осложнения. Каково же количество таких пациентов в нашей реальной клинической практике? Вот по данным огромного регистра Action, в котором было проанализировано 270, больше 273 тысячи пациентов, пациентов после коронарной интервенции, после стентирования, оказалось, что пациентов, соответствующих, перенесших инфаркт миокарда и соответствующих критериям включения в исследование Пегасус, более 40%, вот в нашей с вами клинической практике, больше 40% перенесших острый коронарный синдром, это те пациенты, которые нуждаются в пролонгации, перенесших инфаркт миокарда, простите, нуждаются в продленной двойной антитромбоцитарной терапии. Поэтому, конечно, это огромное количество пациентов. Не следует забывать и о пациентах высокого сердечно-сосудистого риска, это пациенты с сахарным диабетом и коронарной болезнью сердца, перенесшие через кожное коронарное вмешательство. Вот им двойная антиагрегантная терапия в составе аспирина и тикогрилора тоже показала свою пользу снижением риска больших сердечно-сосудистых событий на 15%. На последнем Европейском конгрессе кардиологов были представлены данные, объединенные данные международных многоцентров регистров Ренами и Блимакс. Это регистры пациентов с острым коронарным синдромом, которым было проведено через кожное коронарное вмешательство, больше 16,5 тысяч пациентов были включены в этот анализ. Конечной точкой были кровотечения БАРК-3-5 и смерть от всех причин и повторный инфаркт миокарда. Сравнивалось терапия, основанная на тикогрилоре, терапия, основанная на колопедогриле, у пациентов моложе 70 лет и у пациентов старше 75 лет. Что оказалось? Оказалось, что наибольшая частота кровотечений была у пациентов старшей возрастной группы. И у пациентов, которые получали более мощный тикогрилор, и у пациентов, которые получали клопедогрил. То здесь ключевым фактором являлись те геморрагические риски, которые ассоциированы с самим возрастом пациента. А вот что касается частоты инфаркта миокарда, то больше всего инфарктов миокарда было у пациентов, которые получали клопедогриль и у пациентов более молодого возраста, и у пациентов старше 75 лет. А вот если мы будем говорить о конечной точке смерти, то, к сожалению, наибольшая частота летальных исходов наблюдалась у пожилых пациентов, которые получали клопедогриль, многократно выше, чем у всех остальных групп пациентов, включая пожилых пациентов, получавших тикогрилор. Еще одно исследование, которое было продемонстрировано в ходе последнего Европейского конгресса 2021 года, это результаты многоцентрового наблюдательного исследования АЛИТЕ, в который включались пациенты с инфарктом миокарда в анамнезе, и которым проводилась продленная двойная антиагрегантная терапия аспирином-этикогрилором 60 мг. То есть это специальное регистровое исследование, в котором анализировались вот такие вот пациенты на продленной терапии тикогрилором 60 мг. В группе тикогрилора были пациенты, которым через 12 месяцев или больше после перенесенного инфаркта миокарда назначалось тикогрилор, то есть 60 мг дополнений к аспирину. Они подходили под критерии популяции исследования ПЕГАСОС. Группа, другая сравнение, не получала ингибитора ПИДОВЭ-12 рецепторов. Какие исходы анализировались? Приверженность к приему тикогрилора 60 мг, кровотечение, требующее госпитализации, то есть достаточно серьезное кровотечение и комбинированная сердечно-сосудистая и конечная точка, которая к тому же включала общую смертность и госпитализацию по поводу инфаркта миокарда или инсульта. Что оказалось? Ну, во-первых, оказалось, что приверженность в разных странах существенно отличается друг от друга. Мы видим наибольшую приверженность в Швеции к терапии и наименьшую в Италии. Я думаю, что определенные вот такие характерологические особенности в тех или иных странах, она все-таки имеет какое-то значение. И мы видим, что все-таки между такими организованными шведами и эмоциональными итальянцами они оказались в двух диаметральных противоположностях по приверженности к лечению. Но что касается ишемических и геморрагических конечных точек, то стоит заметить, что в реальной клинической практике эти пациенты, которые включались в исследование, были несколько более высокого ишемического риска. И поэтому частота ишемических событий была чуть выше и через год наблюдения, и через два года наблюдения. Но вот что очень позитивно, в реальной клинической практике так же, как и в исследовании Пегасус, частота геморрагических событий была очень небольшой, составляла менее 1%, и по мере наблюдения частота геморрагических событий снижалась. Так, через на второй год наблюдения частота геморрагических событий составляла уже около половины процента, что существа, в общем-то, на треть меньше, чем в исследовании Пегасус за тот же период наблюдения. Какие были сделаны выводы из вот этих вот данных регистра? Ну, во-первых, то, что это первый международный регистр, который оценивают в реальной клинической практике и характеристики, и исходы пациентов, которые получают продленную терапевтику Грилором 60 мг пациенты после инфаркта миокарда, естественно. В целом, оказалось, что в этом регистре, как я уже сказал, высшая распространенность заболеваний периферическими артериями, высшая распространенность кровотечения в ананасе, то есть это более тяжелый контингент пациентов, чем входило в исследование Пегасус. Старт терапии был несколько ближе к индексному событию. Чуть раньше назначали продленную терапию. Я думаю, что в реальной клинической практике все-таки вот это вот тезис о необходимости максимально быстрого переключения пациента по завершении 12 месяцев двойной антиагрегантной терапии на продленную терапию входят в нашу жизнь. В среднем приверженность составила 71%. Это очень неплохо. Это хорошо. Я искренне надеюсь, что нам в нашей стране тоже удастся повысить приверженность у наших пациентов. Было отмечено, что в целом у пациентов после перенесенного инфаркта миокарда сердечно-сосудистый риск остается высоким на протяжении длительного времени. И что распространенность кровотечения, тоже с точки зрения геморрогических событий, было менее 1% в год. И с течением времени частота событий снижалась. Еще один важный вопрос, который всегда встает перед нами, когда мы говорим о продлении антитромботической терапии после 12 месяцев двойной антиагрегантной терапии у пациента после острого кронарного синдрома, после инфаркта миокарда, это каким путем пойти? Вот сейчас рекомендации позволяют два варианта. Это двойная антиагрегантная терапия, аспирин плюс ингибитор педовой 12 рецепторов, или аспирин плюс ревороксабан. Это так называемая двухкомпонентная терапия или терапия двумя путями, если дословно перевести как аббревиатуру, как это называется в европейских рекомендациях. Для выбора, вот я предлагаю такой несложный алгоритм, который вы видите на слайде. Если пациент перенес острый кронарный синдром и не имеет высокий ишемический риск, высокий или умеренный ишемический риск, то такого пациента вполне можно вести на монотерапии аспирином или монотерапии возможный вариант ингибитором педовой 12 рецепторов, особенно предпочтительным он будет, если у такого пациента высокий геморрагический риск. Если у нашего пациента есть высокий ишемический риск и при этом есть высокий геморрагический риск, то тогда предпочтение следует отдать монотерапии либо аспирином, либо ингибитором педовой 12 рецепторов. Если у пациента высокий ишемический или умеренный ишемический риск, но нет высокого геморрагического риска, то дальше мы смотрим, получает он в настоящий момент двойную антиагрегантерапию или нет. Если получает, то давайте ее сохраним в составе аспирин плюс тикогриллор 60 мг 2 раза в день. Если на настоящий момент он не получает двойную антиагрегантерапию, то нам надо посмотреть, как давно он ее прекратил принимать. Если это произошло менее 1 года назад, то есть перерыв составляет менее 1 года, и от перенесенного инфаркта миокарда, перенесенного острого коронарного синдрома прошло менее 2 лет, то тогда предпочтение следует отдать двойной антиагрегантной терапии аспирин тикогриллор 60 мг. А вот если перерыв составляет больше года, после инфаркта миокарда прошло больше 2 лет, то предпочтение аспирину и ривороксабан. Ну и, наконец, очень важный вопрос, который на сегодняшний день, в общем-то, весьма способствует сохранению антитромботической терапии, и в том числе двойной антиагрегантной терапии у наших пациентов, перенесших острый коронарный синдром, это федеральная субсидия. Вы знаете, постановление правительства Российской Федерации 19-го года, ноября 19-го года, в котором субсидии предполагаются пациентам, перенесшим инфаркт миокарда, перенесшим аорт-коронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий с стентированием. И недавно, в этом году, в июле этого года, вышло следующее постановление правительства Российской Федерации, в котором обеспечение бесплатное наших пациентов продлевается с года по прошлому постановлению до 2 лет. Это, конечно, может очень сильно способствовать и в том числе приверженности пациентов к терапии в общем, повысить эффективность терапии, уберечь наших пациентов от нежелательных сердечно-сосудистых событий и в конечном итоге снизить смертность от болезни системы кровообращения. Это может быть и чрезкожное коронарное вмешательство, и коронарное шунтирование, и тромболиз, и фармакоинвазивный подход, и пациенты без ревоскулиризации. Это могут быть также пациенты с инфарктами миокарда без подъема сегмента СТ с любой тактикой введения, и пациенты с нестабильной стенокардией, с прошедшей коронарное шунтирование. Да, камеру, прошу прощения, коллеги, у меня отключилась камера, камеру я включил, но у меня также отключилось и управление слайдами. Поэтому если вы мне подключите, я вам буду очень признателен. Или можете... Да, спасибо. Кому показано бесплатно, кому может быть, кто должен получать бесплатно бриллинту 60 мг для этой продленной терапии, это тоже все пациенты с инфарктом миокарда с подъемом и без подъема сегмента СТ. Это пациенты с нестабильной стенокардией после чрезкожного коронарного вмешательства, ну, конечно, имеющие факторы высокого или умеренного ишемического риска. Я имею в виду вот эту терапию 60 мг и бесплатную льготу, да, получение бриллинта 60 мг бесплатно, те, которые 12 месяцев пропили обязательной двойной антиагрегантной терапией. Ну, и очень важно то, что сейчас мы можем выписывать на срок до 180 дней, пациенту не надо ходить регулярно, возобновлять, повторять эти рецепты и вновь возвращаться в аптеку. Ну, вот это то, что я хотел рассказать. Спасибо большое за внимание. И не за необходимость технического перерыва, если небольшие технические проблемы, мы с вами снова возвращаемся в симпозиум. Я хочу передать слово Тимуру Владимировичу Кислухину с докладом, посвященным блокаторам 2B-3 агликопротеиновых рецепторов у пациентов при проведении чрезкожных коронарных вмешательств. Прошу вас, Тимур Владимирович. Спасибо большое, Ниас Рустемович. Спасибо коллеге, спасибо организаторам за предоставленную возможность поделиться своими мыслями. Но Ниас Рустемович уже сказал, насколько важна нам антикоагулянтная терапия в лечении острого коронарного синдрома. До этого мы говорили с вами про операльные препараты, а теперь же мы поговорим про парентеральную поддержку чрезкожного коронарного вмешательства. Возвращаясь к предыдущему докладчику, хочу показать вам сведения о том, что сегодня инфаркт миокарда вносит наибольшую часть в смертность населения от ишемической болезни сердца. При этом при всем острый коронарный синдром без подъема СТ на самом деле в 2,6 раза встречается чаще, чем ОКС с подъемом СТ. А в группе больных с подъемом СТ ОКС с подъемом СТ до 12 часов является превалирующим. Сегодняшние наши российские рекомендации по применению 2B3A блокадров гликопротеиновых рецепторов можно представить вот в такой табличке. То есть основное применение 2B3A блокадров это какие-то возникшие балл-аут ситуации, то есть какие-то экстренные ситуации, когда мы видим или тромбоз артерии, или предполагаем тромбоз артерии, которые требуют введения 2B3A блокадров. Кроме того, отдельной строкой стоят пациенты, которые к моменту ЧКВ не успели получить достаточную двойную антикромбоцитарную терапию. То есть это может быть вследствие нескольких факторов, основными из которых является это позднее назначение блокадров P2Y12 рецепторов и назначение морфина пациентам. Об этом я скажу чуть позже. Ну и кроме этого, существует еще группа пациентов, у которых по мнению оператора, по ангиографической картине, существует риск возникновения осложнений, тромботических осложнений. Поэтому таким пациентам мы вполне законно можем применить 2B3A блокадры, не дожидаясь, когда возникнет какая-то ситуация беллаут. Что мы сегодня имеем по применению 2B3A гликопартеинных рецепторов? К сожалению, в стране очень и очень мало применения этого препарата. Вот существуют два регистра, которые нам сегодня доступны. И если вы видите, что P2Y12, блокадры, о которых рассказывал Ниас Рустемович, они еще худо-бедно применяются, то ситуация с блокадрами 2B3A, она, честно говоря, плачевна. То есть в общей массе это порядка 2%. Вы видите, это 3% при инфаркте миокарда с подъемом СТ и 1% без подъема СТ. Это очень и очень, повторюсь, маленькая цифра применения этих препаратов. Хотя, если мы посмотрим на применение в других странах, тоже не назовешь ее абсолютно оптимистично. Вот вы видите, по французскому регистру применение 2B3A было в 24% случаев. А по регистру КСС-ПСИ американскому регистру частота применения была 42%. То есть тоже, в принципе, далеко до идеала. В этом случае, кстати, что удивительно, вот нам говорил Ниас Рустемович о том, что шведы, они достаточно дисциплинированы, в отличие от итальянцев. И это подтверждает и применение этих же 2B3A-блокаторов в шведском регистре. Вы видите, что 2B3A-блокаторы получали практически в полтора раза чаще люди, которым не давалась терапия тееноперидинами. То есть у них не было P2Y12-блокаторов. Поэтому результаты, в общем-то, сместились в сторону именно применения 2B3A-блокаторов. Что мы сегодня знаем коротко о 2B3A-блокаторах? Ну, начнем с того, что эта табличка, наверное, всем известна. Я не буду долго на ней останавливаться. Мы понимаем, что весь запуск тромботической окклюзии коронарной артерии, он запускается с повреждения стенки сосуда. Соответственно, все вот эти механизмы, которые здесь нарисованы, они вызывают агрегацию тромбоцитов. И в конце концов, то есть слепание вот этих тромбоцитов как раз и вызывает острый тромбоз артерии. Это как раз тот фактор, на который должна в первую очередь повлиять 2B3A-блокаторы. На сегодняшний момент в России известно, собственно, не так много 2B3A-блокаторов, но вот то, что у нас было в России доступно и доступно сейчас, это, значит, отдельной строкой стоит антительный препарат Монофрам. Это препараты Эптифибатита, Эптифибатита, Интегрелин и Карамакс, и препарат Терафибам, он в единственном сегодня торговом названии, это Агростат. Вы видите из таблицы, что эти препараты достаточно сильно отличаются. Ну, по химической структуре я не буду вздаваться в подробности, а вот то, что касается конкретно нас, врачей и практиков. Значит, мы видим, что ингибирование тромбоцита у Монофрама необратимое, в то время как у Эптифибатита и Терафибама оно обратимое. Также точно важен период полувыведения из плазмы крови, который достигает 12 часов у Монофрама и 2,5 и 2 часа, соответственно, у Эптифибатита и Терафибама. Кроме того, значит, очень важно нам и восстановление агрегационной функции тромбоцитов. Вы видите, что у Монофрама это около суток восстанавливается функция тромбоцитов, а у Эптифибатита и Терафибама менее 4 часов. Ну и совсем, так сказать, превалирующим фактором является то, что Атерфибам разрешен пациенту с почной недостаточностью, в то время как Монофраме и Эптифибатит не рекомендован или рекомендован с большой осторожностью. Как влияют антиагреганты на агрегацию тромбоцитов? Вы видите, что если применять только аспирин, то мы достигнем агрегации порядка 40% наших пациентов. В сочетании с клопидогрелем, точнее клопидогрель, достигает 60% и только блокаторы 2Б3А гликопротеиновых рецепторов могут нам достичь агрегацию тромбоцитов на уровне 80%. По Монофраму, к сожалению, не так много было исследований, хотя в тех исследованиях, которые мы имеем, у пациентов с ОКС подъемом СТ, он показал очень неплохие данные. Вы видите практически в 2 раза снижение больших кардиологических случаев, вы видите практически в 5 раз снижение частоты повторной ревоскулиризации, ну и, соответственно, частоте смертельных исходов. К сожалению, у пациентов с подъемом СТ исследование проводилось на 220 пациентов, и оно не выявило статистических различий по частоте смертельных исходов, частоты тромбоза, непереносимости, аллергии и каких-то кровотечений между группами сравнения. В отличие от Монофрама, Эпифибатит и Этерофибам на сегодняшний момент имеют достаточно большую доказательную базу, поскольку имеют несколько таких фундаментальных исследований, на которых основаны безопасность их применения. Значит, естественно, я уже говорил об этом, одной из очень важных факторов применения Эпифибатита является обратимое подавление агрегации. Вот на этой табличке вы видите, что при достижении после инфузии Эпифибатита, при достижении целевой ингибиции тромбоцитов, мы видим, что введение препарата в течение суток, оно как раз и дает нам порядка 80-90% подавления агрегации тромбоцитов. Как только мы прекращаем после суток вводить препарат, то функция тромбоцитов начинается восстанавливаться через 2 часа и через 4 часа. И примерно в районе 4 часов начинает возвращаться к исходным своим показателям. Эффективность Эпифибатита была изучена в нескольких исследованиях, но одно из них крупнейшее это исследование Эспорит. Вот вы видите, что по всем конечным точкам по инфаркту миокарда, по смерти вы видите, что применение Эпифибатита значимо снижало данные показатели в отличие от группы плацебо. Также точно изучалось в исследовании Эспорит, изучалось совместное влияние антиагрегантов и применение препарата Эпифибатита. И вот вы видите, когда мы даем достаточно мощную терапию в виде аспирина, гепарина, клапидогреля и Эпифибатита, то практически в 2 раза мы достигаем снижения по всем конечным точкам. в отличие от применения просто аспирина с гепарином. Однолетние результаты смертности при применении Эпифибатита вы видите, тоже значимо в полтора раза были ниже, чем у контрольной группы. Ну и хочется сказать, что смерть к 30-му дню вы видите, также точно была значимо ниже, достоверно ниже, нежели у группы пациентов из контрольной группы. Естественно, у любой монеты есть две стороны и, соответственно, понимаем, что, применяя 2B-3 облокаторы, мы ожидаем какие-то осложнения, которые будут связаны с гемостазом. Если по большим осложнениям практически не было достоверных различий, то малое осложнение все-таки в полтора раза эптифибатит вызывал больше, чем в контрольной группе. Что касается Терафибама, на самом деле, один из самых изученных и самых использованных препаратов в мире. Выпускается он в виде агростата, это единственное торговое наименование. С 1998 года начали применять агростата, 10 лет назад он был применен в Европе, одобрен к применению, потом в Америке, и вот насколько я знаю, в конце 2020 года был зарегистрирован в России, и в общем-то уже, наверное, в клиниках есть, но в частности в нашей клинике мы уже его начали применять. Вот так менялась в Соединенных Штатах ситуация с применением 2б3-аблокатора, вы видите, что постепенно угасает применение интегрилина эптифибатиды и Риапро, и в то же время за последние 10 лет значительно повышается уровень применения терафибамов в клинической практике в Америке. Почему? Наверное, все-таки потому, что на сегодняшний момент это один из самых эффективных препаратов в отношении подавления агрегации тромбоцитов. Вы видите 10-минутные тесты, то есть достижение 95-процентной ингибиции достигается при применении терафибамы у 68% случаев. Соответственно, 44-29 соответственно достигается при применении интегрилина и Риопро, что говорит о достаточно быстром воздействии этого препарата на тромбоциты, ну и соответственно от этого мы получаем эффект. Опять же, несколько исследований было в отношении терафибама, я не буду долго на них останавливаться, вот наиболее большое это исследование онтайм, в котором почти 1350 человек участвовал, но вот вы видите короткая выжимка из этих исследований, во всех исследованиях было доказано, что по всем большим кардиальным осложнениям, таким как смерть, инфаркт, миокарда, повторная ревоскулиризация, применение терафибама значительно снижало все вот эти риски и значительно уменьшало влияние этих конечных точек на жизнь пациента. Вот, также вы видите сравнение терафибама с реопро, апсиксимап, вот, если в первые 90 минут эти препараты действовали практически одинаково, вы видите слева на слайде, то дальше в течение 30 дней, 8 месяцев и 3 года вы видите, что все, опять же, большие кардиальные случаи, они были значимо меньше при применении терафибама. Опять же, и у этой монеты есть своя вторая сторона, и исследование Multistrategy опять же, нам показало, что если при больших кровотечениях разница при применении терафибама и реопро небольшая, то малые кровотечения все-таки различаются значимы. Но здесь хочется отдельно сказать о том, что кроме так скажем вот этих кровотечений как осложнений в этом исследовании еще и рассматривалась функция подавления тромбоцитов, а именно тромбоцитопения. То есть посмотрите, при использовании обсиксимаба практически происходило такое же длительное ингибирование тромбоцитов, как при использовании монофрама. И я вам показывал на табличке, что применение 2B3A терафибамы и тифиботида оно позволяет через 2-4 часа возвращать функцию тромбоцитам возвращать ее к норме. А в отличие опять же от обсиксимаба. Когда мы будем применять с вами 2B3A блокаторы? Ну естественно только с подъемом СТ. Здесь мне хочется сказать, что вот по данным большого метаанализа применение, рутинное применение 2B3A облокаторов, оно достоверно снижает смертность. Вы видите, здесь по всем по смертности в 30 дней, по смертности полугодовой, повторные инфаркты, по достижению кровотока, альтиметрии, естественно, 2B3A облокаторы нам помогают и они воздействуют на все эти ключевые точки. Но рутинное применение, как оказалось, не рекомендовано. И в частности, вот ОКС подъемом СТ рекомендации 2017 года все-таки нам говорят о том, что антагонисты 2B3A облокаторов должны рассматриваться как препарат экстренной помощи при возникновении каких-то тромботических осложнений. Класс доказательности 2АЦ. Поэтому в рутинном все-таки применении надо быть осторожным. Оно не показано на сегодняшний момент. Кроме этого, в клинических рекомендациях европейских отдельной строкой указано о том, что облокаторы 2B3A позволяют восстанавливать микроциркуляцию воздействия на механизмы посткондиционирования. Поэтому продемонстрировали они достаточно хорошее влияние по снижению степени ишемического повреждения. Наши рекомендации 2020 года в принципе вторят европейским рекомендациям также уровень доказательств 2АЦ. И также применение предлагается только при возникновении каких-то тромботических осложнений или же тогда, когда оператор, судя по анатомии, по ангиографической картине, предполагает, что его вмешательство будет вызывать тромботические осложнения. Почему ушли от рутинного применения? Потому что в комментариях очень четко написано, что все применения 2Б и рутинное применение было показано без внедрения в стандарты применения двойной антиагрегантной терапии именно P2Y12 блокаторами. Их применение уместно, если пациент с подъемом подвергаемый ЧКВ по каким-то причинам не успел, не успел, не получил или не получит применение в P2Y12 блокаторах. Ну и вот я вам хочу показать случай совсем недавней практики. Этот случай наглядно показывает, вот вы видите на левой картинке, это больной с острым коронарным синдромом с подъемом СТ, вы видите мало того, что атеросклеротическая бляшка, видно разрыв атеросклеротической бляшки и видно тромботическое осложнение в проксимальном сегменте переднего желудочкового артерии. Как правило, мы таким больным в принципе сразу практически начинаем ставить 2B3A блокаторы, в данном случае был применен блокатор тирофибам, и посмотрите на среднем снимке даже еще без воздействия баллоном на коронарную артерию, как меняется картина, то есть кровоток практически становится ТИМИ-2, мы видим теперь уже ясно бляшку, мы не видим тромбов, мы не видим задержки контраста в артерии, но и после данной картины нам остается только лишь имплантировать два стенда, и вы видите конечный результат на правом снимке. почему так быстро происходит тромбоз артерии, почему мы не успеваем, да потому что почти 20% больных приходят в стационары самостоятельно, и соответственно они не получают, не успевают получить двойную антигрегантную терапию. Кроме того, я обещал затронуть тему морфина, доказано, что морфин уменьшает абсорбцию ингибиторов P2Y12 при пероральном приеме. Это одна проблема, вторая проблема, у 20% это действительно на операционном столе, после введения морфина начинается рвота, и как вы понимаете, те таблетки, которые были выпиты на уровне приемного покоя, на уровне скорой помощи, эти таблетки, соответственно, оказываются неэффективными. Ну и соответственно, тромбоз тента показывает нам, что в применении блокаторов 2B3-аблокаторов вот он в 4 раза меньше, в 4 раза реже, нежели без применения 2B3-аблокаторов. А я хочу здесь сказать, за что мы боремся. Не зря были придуманы эти рекомендации, когда максимально все направлено на то, чтобы восстановить быстрее проходимость коронарной артерии и уменьшить зону инфаркта миокарда. Поскольку каждые 5% увеличения зоны размера инфаркта миокарда способствует увеличению однолетней смертности на 20%. То есть просто вдумайтесь, какая-то важная цифра и насколько важно нам максимально сузить зону инфаркта миокарда. Это как раз тот фактор, который определяет долговременную смертность, определяет развитие сердечной недостаточности. И, соответственно, если мы можем повлиять на степень развития некроза в этот момент, то мы должны применить любые усилия, начиная там со скорой помощи и кончая операционной, мы должны применить любые усилия для того, чтобы снизить эту зону инфаркта миокарда. Посмотрите, в течение года смертность от всех причин по поводу сердечной недостаточности в 7 раз чаще у пациентов, у которых размер инфаркта миокарда достигал 30% всего миокарда. 7 раз чаще, это огромная цифра. Еще один момент, с которым мы часто встречаемся, это синдром норифлоу, синдром, о котором мы знаем все и о котором мы не знаем ничего. Вот здесь указаны на снимочке те факторы, которые могут это вызывать, но, несмотря на все достижения сегодняшней науки, до сих пор никто на самом деле не знает патогномоничное лечение этого синдрома, как по нему надо ударить, чтобы он моментально прошел. То есть, это какая-то совокупность факторов, которые пока еще полять на которую мы пока еще четко и достоверно не можем. Характеризуется он просто отсутствием адекватного коронарного кровотока. То есть, мы вроде бы сделали все правильно, все хорошо, открыли артерию, но в какой-то момент возникает какой-то сбой, какая-то причина из данных, а может быть совмещение этих причин дает нам недостаточный кровоток по коронарной артерии. Опять же, почему это важно? Потому что я уже говорил про 5%, и у пациентов с большим инфарктом, передним, которые подвергаются первичной ЧКВ, размер инфаркта через 30 дней уменьшался при применении 2Б-триаблокаторов на 16%, а масса инфаркта миокарда уменьшалась на 30%. То есть, это говорит о том, что правильное и своевременное применение 2Б-триаблокаторов дает нам как раз уменьшение и размера инфаркта, и в дальнейшем уменьшение средней массы миокарда. Что касаемо лечения синдрома ноурифлоу, в этом случае терофибам по нескольким исследованиям показал, что применение его гораздо лучше и эффективнее, нежели веропамила, нитроглицерина и натрия нитропруссида. И вот, пожалуйста, случай тоже из клинической практики синдром ноурифлоу вы видите правую коронарную артерию, она была простентирована, то есть была окклюзия артерии, была реканализирована, простентирована, и вы видите на левом снимке вроде бы при нормальной геометрии артерии кровотока нормального нет, еле-еле доходит контраст до дистальных отделов. Вот, все это происходит достаточно длительно, в таких случаях в нашей практике мы всегда применяем 2Б-триаблокаторы и, соответственно, через 15 минут проверяем ангиографию и проверяем результат. Вот вы видите на правом снимке та же самая артерия после применения 2Б-триаблокаторов абсолютно нормальный кровоток, видны все дистальные отделы, все дистальные веточки. Откуда берется тромбоз стентов? Это 2% больных сталкиваемся мы с тромбозом стентов, чаще всего это пациенты с ОКС и, что интересно, надо сказать, что тромбоз стента это очень грозное осложнение, потому что смертность его достигает 45%, когда в течение суток или в течение госпитализации у больного возникает повторный инфаркт миокарда, вызванный тромбозом стента. Здесь надо различать две причины. Это могут быть и механические причины, технические недочеты при ЧКВ и, соответственно, недостаточная степень дезагрегации тромбоцитов. Мы уже говорили о позднем применении P2Y12 рецепторов, ну и, соответственно, пациенты со сниженной чувствительностью к лапидогрелю. Из технических недочетов это какие-то краевые диссекции, не увиденные, не распознанные нами, недораскрытие стента, неправильный выбор стента. На что мы можем повлиять? Да, собственно, на все эти факторы мы можем повлиять, чтобы снизить вероятность развития тромбоза стентов. Естественно, со стороны технической это оптимизация позиции стента к стенке сосуда, это стентирование области диссекции, это стентирование с полным покрытием бляшки от нормы к норме и, соответственно, заканчивать процедуру тогда, когда мы достигаем кровотока тимметрии. На сегодняшний момент аспирационная тромбоэмболитомия она не показала своей эффективности, поэтому рутинно она не рекомендована. Применяем мы ее достаточно редко и только в случае массивного тромбоза, когда мы явно видим в большой артерии массивный тромбоз. Ну и с точки зрения фармакологической это, естественно, введение 2B3-аблокаторов и, опять же, в нашей практике принята смена ингибиторов P2Y12, если на предыдущем ингибиторе артерия затромбировалась. Вот, опять же, клинический случай из острого тромбоза стентов. Вроде бы с хорошим результатом заканчивали артерию, в течение суток появился тромбоз передними желудочковой артерии. Соответственно, здесь та же самая тактика, это введение 2B3-аблокаторов. Вы видите, что после введения уже, даже на фоне введения и введения проводника, мы видим, что артерия открывается, после этого проводится оптимизация имплантации стента. Если надо, мы это добавляем каким-то внутрисосудистыми исследованиями в виде или СУЗИ или ОКТ. и вы видите конечный результат полностью открытая передняя межелудочковая артерия. УКС без подъема СТ, когда мы применяем? Вот по рекомендациям американским, значит, они рекомендовали нам еще в 2014 году назначать 2B3A, когда мы не смогли достаточно нагрузить человека P2Y12 блокадрами. Сегодняшние рекомендации 2020 года европейские, они, в принципе, очень похожи на рекомендации при ОКС подъемом СТ, то есть это те же самые сложные ситуации, которые вызваны тромбозом или синдромом наурифлоу. И отдельной строкой в этих рекомендациях стоит, что все-таки, опять же, именно про рутинное назначение, не рекомендовано назначение ингибиторов 2B3A пациентам, у которых мы не сделали пока коронарную анатомию, не сделали коронарографию и не знаем коронарную анатомию. Наши рекомендации, в общем-то, они тоже очень похожи, вот, и, в принципе, авторят европейским рекомендациям, значит, также точно это как средство помощи при каких-то сложных случаях и не надо употреблять его, пока не узнаем коронарную анатомию. мы говорили о том, что сейчас по рекомендациям не, ну, то есть, почему может возникнуть сегодня такой момент, когда человек не успел принять P2Y12, потому что, опять же, у больных с пациентом, у больных без подъема СТ, с коронарным синдромом, без подъема СТ, не рекомендовано рутинное назначение P2Y12. Это как раз может быть то время, когда, которого нам не хватит для того, чтобы воздействовать на агрегацию тромбоцитов. То есть, вы видите, что у просугрела через час ингибируются более 60% тромбоцитов, а при введении 2B3-аблокаторов через 10 минут будут блокированы 90% тромбоцитов. И вот мы видим больной с острым коронарным синдромом, у которого вроде бы поражения-то и нет. То есть, достаточно чистая коронарная артерия, достаточно ровная стенка, но мы видим в максимальном сегменте передней межжелудочковой артерии мы видим огромный гигантский тромб. То есть, это вот на фоне полного благополучия возник тромбоз. Что делать с такими больными? Кто-то рекомендует сразу ставить стенд, кто-то рекомендует выполнить ОКТ. Но все вот эти механические воздействия, они ведь могут этот фронт фрагментировать и вызвать дистальную эмболизацию. Поэтому мы в таких случаях все-таки сначала делаем 2B3-аблокаторы, после этого уже понимая, уже понимая, что действительно есть повреждения стенки сосуда, уже имплантируем стенд. Вы видите, на левом снимке вот этот гигантский тромб, который висит в передней желудочке в артерии и крайний снимок это уже конечный результат. Ну и что касается плановых пациентов, это тоже изучалось несколько было исследований, вот везде террафибам в общем-то показал свою эффективность в отношении агрегации тромбоцитов, вот это в частности исследование петишн стадии, вот я не буду долго на нем останавливаться, вот. Так, и отдельно хотелось бы мне сказать о так называемой бридж-терапии, тоже достаточно коротко скажу, о них в 2015 году появились первые рекомендации по так называемой бридж-терапии, и, кстати, в рекомендациях 20-го года этот раздел не обновлялся. Что это такое? Это тот мост, когда нам надо больного отправить на какое-то другое вмешательство, при котором наша двойная антиагрегантная терапия будет мешать выполнить какое-то другое вмешательство. При этом при всем рекомендуется такая схема, она известна достаточно всем, вот, когда мы останавливаем Т2У12 применение, переходим на назначение терафибама или эптифибатида, соответственно, ведем определенное время на применение 2B-3 облокаторах и перед самым, перед самым, ну, перед другим вмешательством хирургическим прекращаем за 4-6 часов введения 2B-3 облокаторов, соответственно, после этого идет какое-то вмешательство, вот, и после вмешательства через 4-6 часов можно уже назначать или 2B-3 облокаторы, или P2Y12. Это еще раз повторюсь, очень важно, когда человеку необходимо какое-то другое хирургическое вмешательство. Ну, и алгоритм применения ингибиторов 2B-3A, вот, собственно, в этой табличке представлен, вот, я думаю, что отдельно долго я на нем останавливаться не буду, вот, хочется сказать, что любое применение 2B-3 облокаторов, оно, конечно, оправдано только тогда, когда оно будет назначено по показаниям. Поэтому всегда надо каждого больного взвешивать, всегда надо смотреть, что у нас происходит, что мы ожидаем от этого больного, и, соответственно, в арсенале сегодняшнего, я думаю, рентген-операционной в обязательном порядке 2B-3 облокаторы должны быть. Вот, мне хочется сказать и показать вам алгоритм применения у нас, который принят на комиссии по острову коронарного синдрома, мы постоянно собираемся, постоянно пересматриваем наши внутренние регламенты, вот, я хочу сказать, что мы практически все, что было в стране, мы пробовали применение наших пациентов, вот, ну и в этом году мы перешли уже вот на как раз Агростат в сочетании с Карамаксом. Почему Агростат? Потому что есть еще одно у него хорошее свойство, можно применять больным с почечной недостаточностью, я об этом уже говорил. Итак, по алгоритму, значит, это пациенты ОКС с подъемом, без подъема, СТ или плановые пластики с известной анатомией, но какие-то сложные случаи, первичный массивный тромбоз артерии, острый тромбоз стентов после ЧКВ, я вам показывал, это какие-то сложные ЧКВ на стволе левой коронарной артерии или какие-то сложные анатомические, технические, бифуркационные поражения крупных магистральных эпикардиальных сосудов. Вот в этих случаях у нас применяются 2B3-аблокаторы. Ну и в заключении хочется сказать, что частота клинических событий имеет определенную зависимость от уровня перепроцедурной ингибиции тромбоцитов. Ингибиция тромбоцитов P2Y12, в частности клопидогрелем, она вариабельна и очень часто может быть так называемый неответ больного на применение P2Y12. Кроме того, существуют когорты пациентов с высокой базовой активностью тромбоцитов и они по-разному отвечают на стандартные дозы ингибиторов тромбоцитов. Вот как раз комбинация P2Y12 и ингибиторов 2B3A как раз позволяет нам достичь того клинического выигрыша, то есть друг друга усиливая, она позволяет нам достичь хорошего результата. И несмотря на преимущество 2B3-аблокаторов снижения ишемических событий, надо всегда взвешенно относиться к назначению этих препаратов и всегда помнить о связанном риске увеличения геморрагических осложнений. И скажу честно, мы эти осложнения видим, мы с ними встречаемся, я думаю, что любой врач встречается, который оперирует этих больных, поэтому использоваться эти агенты должны абсолютно прицельно, а не рутинно. Спасибо большое за внимание. Тимур Владимирович, очень интересное сообщение. Скажите, пожалуйста, вот я когда слушал ваш доклад, вы представили в том числе данные американского регистра КАТ-ПСЯ, и там, по-моему, применение блокаторов 2B3A гликопротеиновых рецепторов было чуть не больше 40%. И вот вы как-то обмолвились, что это, в общем, тоже недостаточно. Скажите, пожалуйста, первый вопрос, на ваш взгляд, какой объем вмешательств должен проходить вот по вашему опыту, по вашему виду с применениями блокаторов 2B3A, и второе, как на ваш взгляд вот изменения в клинических рекомендациях по УКС без подъема сегмента СТ, когда если мы везем пациентов в ЧКВ-центр, то не надо на догоспитальном этапе назначать ингибиторы P2A12 рецепторов, вообще антиагреганты какую-то нагрузку давать. Как это повлияет на практику использования блокаторов 2B3A в реальной практике? Да, спасибо большое. Я тогда уже со второго начну вопрос, если вы позволите. Не рекомендовано применять сегодня по рекомендациям не зная коронарной анатомии P2A12. Я так понимаю, что в первую очередь это связано с тем, что мы часто очень видим у коронарных больных без подъема СТ, мы очень часто видим анатомию, которую невозможно прооперировать. Но нагрузив где-то на скорой помощи, то есть уже к моменту приезда сюда в больницу, когда P2A12 начинает действовать, а мы, к сожалению, оказываемся бессильны, мы, соответственно, этого больного должны передать хирургу. И тут у хирурга возникает на самом деле очень большой вопрос. Как оперировать на разжиженной крови? То есть кровотечение, еще что-то. Несмотря на это, я скажу честно, наши хирурги уже, наверное, последние года 2 и 3 оперируют этих больных, но я думаю, что, наверное, эти рекомендации были связаны в том числе и вот с этим нюансом. Поскольку все-таки они же еще ставят гепарин при выходе на ИК, еще что-то. То есть это такой мощнейший удар получается на организм, который, наверное, может приводить как раз к каким-то ишемическим осложнениям. В отношении рекомендаций, я честно скажу, я не думаю, что это как-то увеличит употребление 2b-3 облокаторов, потому что ведь мы тоже очень часто даем P2Y12 первично даем на столе, то есть скорая еще не дала их, а мы видим. Я не могу сказать, что это вызывает какие-то ужасные частые случаи тромбозов, честно. Наверное, было бы лучше вести подготовленного пациента, как мы, например, плановых пациентов ведем. То есть у нас есть экстренные вмешательства, через определенное время мы выполняем этому пациенту плановые вмешательства, и, конечно, когда пациент идет стабильно, спокойно, месяц-два на двойной антиагрегантной терапии, наверное, у него гораздо меньше каких-то может быть тромботических осложнений во время плановой пластики. Но я не думаю, что это как-то будет очень значимо. То, что у нас как-то очень вырастет применение 2B3A блокадров. Что касается CASPCI, 42%, и как бы это мое личное мнение, что бы я видел для своих пациентов из того, что мы видим, из того, что мы вмешиваемся, какая анатомия, я бы где-то все-таки видел в районе 50% применения 2B3A у больных. Это я говорю про больных, экстренных больных, которые, ну, мы опять же понимаем, если скорая приехала там за 15 минут, никакой P2Y12 еще действовать не начал. То есть он его принял, но он еще не действует. Поэтому приехав там за 15, за 20, за 30 минут и когда попадает больной на стол, мы понимаем, что он еще абсолютно не подготовлен. Да, мы, конечно, сделаем гепарин как стандартно, да, мы, конечно, будем следить за СТ, но все-таки в моем понимании я думаю, что, наверное, если бы была такая возможность, мы уж будем честно говорить, мы ведь порой ограничены не потому, что мы не хотим применять, а потому, что есть квоты, потому, что есть деньги. То есть вот эти рестрикции, они по-любому влияют тоже на нашу работу. Я думаю, что это было бы процентов 50, мне кажется, применение 2B3A блокаторов. Тимур Владимирович, а вот такой вопрос, да, в продолжении этого разговора. Получается, что в какой-то мере блокаторы 2B3A оказываются альтернативой двойной антиагрегатной терапии на этапе претриптепент у пациентов, который поступает сразу в котла, в рентгеноперационную. То есть если не успевают действовать пероральные антиагреганты, то имеет смысл применение 2B3A, так ведь? Да. Ну и через какое-то количество времени, там скажем, минут через 30-40, они заработают по полной. И здесь не возникнет ли риск геморрагических событий, высокий риск геморрагических событий, потому что мы получим и на максимуме антиагрегационной эффективности двойной антиагрегантной терапии и плюс 2B3A? Абсолютно точно, Иосиф Рустанович, я об этом говорил и говорил о том, что у каждой монеты две стороны относительно того, что это первый, так скажем, первый барьер на пути агрегации тромбоцитов. Это, да, именно так, если вы помните, Шиэц и регистр, там в полтора раза чаще применяли 2B3A людям, которые не успели или поздно приняли P2Y12 блокаторы. Вот. А то, что кровотечения, они, конечно, есть, мы их видим реально, вот, и они, естественно, повышают этот уровень, но именно поэтому в сегодняшних, я думаю, рекомендациях не назначается это рутинно, а только лишь при каких-то байлаут-осложнениях, которые мы видим на столе. Это первый момент. И второй момент, сегодняшние 2B3A блокторы, они же все-таки быстро достаточно заканчиваются, заканчивают свои действия, когда мы прекращаем. Они же капаются в сутки. Вот. То есть, в первые сутки, то есть, это то самое первое воздействие на артерию, когда мы ставим стенд, когда мы воздействуем, то есть, понимаете, даже если, даже если не было какого-то там большого повреждения стенки артерии, сам по себе принцип ангиопластики основан на том, чтобы артерию и бляшку в этом месте, то есть, растягивая артерию, мы делаем кучу-кучу микродиссекций, которые мы, естественно, ангиографии не видим. Но сам принцип, то есть, это получается вот эта вот живая рана, на которую начинают налетать тромбоциты. Вот. Эту живую рану и все эти, ну, простите, лохмотья, стенки артерии мы прижимаем стентом, но от этого тромбоцитов-то меньше не станет. Стент – это тоже агент, который вызывает тромбозы. Поэтому кровотечения есть, они будут, они указаны, так сказать, везде, во всех исследованиях, вот, но, наверное, все-таки польза от 2Б3А все-таки лучше, нежели получить повторный инфаркт миокарда, и я уже показывал, там 45% это летальные исходы, вот, острые инфаркты на, вот, после перенесенного, то есть, в госпитальный, в госпитальный срок. Поэтому, мне кажется, надо очень четко просто принимать это и понимать, куда мы и как его ставим. Да, да, конечно, частота тромботических событий значительно выше, чем частота геморрагических событий, и, в общем, драматизм, дальнейшее происходящее, ну, нам сложно оценить, да, что, что более драматично, большое кровотечение, которое будет сопряжено тоже с высоким риском летального исхода, или тромбоз, который приведет к гибели нашего пациента. Здесь, конечно, очень четкое взвешивание рисков, я с вами совершенно согласен. Вот вопрос по 50%, это ваш опыт в рамках, скажем, 50% это в рамках сложных стентирований, или это шире рамок сложных стентирований, 50%, о которых вы говорите. Нет, это моя, так скажем, это моя хотелка, вот, потому что на самом деле сегодня, но вы знаете, что сегодняшние ЧКВ, они усложняются, они усложняются, сегодня на самом деле мы, ну, действительно, начинаем конкурировать с хирургами, вот, более того, есть пациенты, которых хирурги не берут, а которых отдают нам, и которых мы где-то как-то палеотивно должны стентировать. Вот, мы, к сожалению, не имеем сегодня возможности этим больным проводить ЧКВ под прикрытием на 2б3-аблокаторов. Мне бы этого просто очень хотелось. То есть, и я думаю, что вот это как раз та группа вместе с ОКСами, она, ну, составит приблизительно 50%. Мы сегодня этого не делаем, потому что рутинно мы не применяем его даже на стволах, даже на сложных стволах, мы не применяем вплоть до того, пока, ну, не закрадется какое-то сомнение, или вдруг мы не увидим какой-то начинающийся тромбоз. Ну, просто нет такой возможности. Понятно, понятно. Хорошо, спасибо большое, Тимур Владимирович. У нас есть вопрос от наших слушателей. Вот такой вот, такая клиническая ситуация. Больной получает аспиридный, и клопидогриль после острого инфаркта миокарда. После одного года можно продлить длинную терапию, не переходя на тикогрилор. То есть, через 12 месяцев после перенесенного инфаркта миокарда оставить аспирин плюс клопидогриль. Ну, что, уважаемые коллеги, согласно существующим рекомендациям, это допустимо. Возможно, после 12 месяцев оставить комбинацию аспирина и клопидогриль. Но я хочу напомнить, что серьезная доказательная база по эффективности и безопасности такой терапии есть только у тикогрилора, потому что исследование, посвященное этому вопросу, было только одно, это исследование Пегасус. И на самом деле мы знаем только то, что будет происходить с пациентами после 12 месяцев, которые получают комбинацию аспирин и тикогрилор. Остальное, это, ну, скажем так, некое предположение и аналогия, что может быть и с другими ингибиторами педовых 12 рецепторов аспирин можно комбинировать. Поэтому здесь предпочтение и по рекомендациям предпочтение отдаётся комбинация аспирин и тикогрилор. И любые другие комбинации только в том случае, если по какой-то причине пациент не может получить тикогрилор. Но сейчас это, в общем-то, могут быть только ограничения медицинского плана. Как мы видим, организационные и финансовые ограничения на сегодняшний день у нас отсутствуют. Ну что же, других вопросов у нас нет. Я думаю, что мы на этом будем заканчивать. Тимур Владимирович, как вы? Я тоже думаю, да. Спасибо огромное. Спасибо огромное за вопросы, за дискуссию. Спасибо вам. Спасибо нашим коллегам за участие. Всего доброго. Здоровья вам. Всех благ. До свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok